Доброе утро! В эфире новости в студии Полина Бурнашова и перейдем к выпуску. Еще на четырех улицах Барнаула ограничат стоянку для автомобилей, чтобы машины не препятствовали работе снегоуборочной техники, как сообщили в администрации краевой столицы. Сегодня начнется установка дорожных знаков. Так ночью запретят парковаться на улицах Антона Петрова от улицы Шукшина до здания номер 239 по улице Антона Петрова. Улица Солнцева от здания номер 9 до здания номер 7. Улица Северо-Западная от проспекта Ленина до проспекта Калинина. На обеих сторонах улица 10-й Западной между перекрестками от улицы Германа Титова и Эмилии Алексеевой. Центр проведения демонстративного экзамена открыли в главном корпусе Алтайского педагогического университета. В этом году он пройдет во всех педагогических вузах, сообщает официальный сайт региона. Цель экзамена – проверить, готовы ли выпускники к профессиональной среде. В демонстративном центре все для этого есть. В числе оборудования – интерактивные панели, компьютеры, видео- и аудиосистема. Также зеркало – газела. С его помощью эксперты наблюдают за работой студентов, оставаясь для них невидимыми. По словам начальника учебно-методического управления Ирины Кочешковой, старшие курсы сдадут экзамен уже в этом учебном году. А первокурсники выступят в роли волонтеров, будут следить за проведением экзамена. В Министерстве образования и науки Алтайского края отмечают, что в команду экспертов выберут в первую очередь номинантов конкурса «Учитель года Алтая». В продолжении темы об образовании на очередную сессию студенты Алтайского государственного университета вышли без отчета. В привычном их понимании учреждение перешло на электронную систему учета успеваемости обучающихся. Еще раньше, в декабре прошлого года, эту систему приняли в техническом университете. Студенты и преподаватели уже успели составить о ней мнение. Такие отчаянные возгласы все реже можно услышать в студенческих городках. А в районе Алтайского технического университета они скоро утихнут вовсе. Учреждения перешли на электронную систему учета успеваемости студентов. Молодые люди об ушедшей традиции не тоскуют, отмечая только положительные моменты. Это все стало куда быстрее и надежнее, потому что я, допустим, бумаге вообще не доверяю. В принципе, стало удобнее, что не надо мотаться по преподавателям. Полностью к новой системе перешли в декабре прошлого года. Изменения преподавателей студенты восприняли спокойно, потому что еще в допандемийное время в учреждении была налажена работа в индивидуальной цифровой системе. Ковид доказал, что изменения необходимы. Зачетка, хотя это, конечно, такой приятный атрибут студенческой жизни, если есть зачетка, это точно студент. Но, тем не менее, он себя просто-напросто изжил. И мы такое приняли решение. Это приняли решение мы еще, когда началась пандемия, когда наши преподаватели не имели возможности лично встречаться с студентами, а экзамены мы принимали онлайн. Тогда мы ввели такие личные кабинеты, в которых преподаватель ставил оценки студентам электронным. Доступ в личный кабинет защищен паролем. Изменения в экзаменационные ведомости могут вносить только преподаватели. И то лишь в период проведения сессии. О потере данных не идет и речи. Регулярно создаются резервные копии. А вот в аэробумажных зачетных книжек документы терялись регулярно. Особенно, когда студент, допустим, восстанавливался из академического отпуска, там, второгодник какой-то к нам переходил. Часто бывали даже случаи, когда студент уже выпускался, ему надо сдавать зачетку в личное дело, в архив, а он ее потерял, потому что он ее последние года просто забывал носить. И за четыре года ему приходилось восстанавливать все записи. Поэтому это очень много было с этим уроки. С уходом зачеток и студенческой жизни уйдут и некоторые традиции. Но современные студенты придумают новые. Например, в техническом университете на удачу принято потереть памятный чугунный диск. Или монету, как его здесь называют. Юлия Шламова, Анатолий Фукс, Новости. Почти три с половиной тысячи пельменей барнаульские хозяйки слепили для участников специальной военной операции. Об этом сообщает Барнаул-22. Под добрые песни работа шла быстро и качественно. Пельмени заморозили, расфасовали и отправили на передовую. Добавили и специи. Женщины верят, что домашняя еда согреет даже на расстоянии. Ну что, ребятки, вот вам лепили и дети, и взрослые. Ротень получился, разного калибра пельмешки. Все счастливые. Все для вас. Только будьте здоровы и вернитесь. Ждем вас всех. Ну а у меня на этом все. В студии была Полина Бурнашова. Хорошего вам дня. Субтитры подогнал «Симон»